В доме нужных вещей у нас везет временной портал. Переход в советский период осуществляется через галерею часов. Такие разве что в старых фильмах можно увидеть. Более 30 лепчан поделились с музеем своими вещами и фотографиями. К примеру, это Иван Потапов, а рядом тот самый портфель, с которым мужчина был сфотографирован. Для того, чтобы люди пожилого возраста повспоминали о том времени, а люди молодого возраста, ну скажем, вернулись в тот Лепецк, когда бабушки и дедушки были молоды. Директор Ирина Жирова оделась специально, ожидая гостей на новоселье. Мамин костюм – модная вещь середины 70-х. Она же принесла для экспозиции свою старую копилку. Этими копейками уже не расплатишься. Разве только ностальгировать. А на этом стенде приклеена средняя зарплата инженера – 150 рублей. Выставка, что редкость для Лепецк, интерактивная. Здесь все экспонаты можно потрогать и даже одеть. Вообще эти плащи вышли в тот год, когда я родилась. Но я до сих пор помню, как у моей мамы, был такой же, точно такой же плащик. Только он был насыщен с синим цветом. Молочные бутылки в авоське, как у Коли Герасимова из фильма «Гости из будущего». Такие когда-то сдавали по 15 копеек за штуку. Столько стоило сливочное мороженое. Домашний сифон для газировки. И действующий. Вставили баллончики, купленные 30 лет назад. Получилось. А вот, посмотрите какой. О, это он просто с газом. Экспозиция называется «Дом забытых и ненужных вещей». Но эти вещи как-то сразу вспомнились и снова стали интересными. Это лишь часть большого проекта. В ближайших планах музейщиков записать воспоминания лепчан, чтобы их потом могли слушать все желающие. А еще устроить кинолектории с показом старого видео про родной город и рассказами про его историю. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости.